девчонки всем привет сегодня я хочу немножечко повязать свой долгоиграющий снуд и тем временем по отвечать на вопросы тега так который придумала алина канал алина вяжет там много вопросов я попробую на них ответить я не готовилась даже не не все смотрела девочки не всех смотрел девочек которые уже отвечали на вопросы потому что решила думаю пока не озвучу свою версию отвечать не буду но если вернее смотреть не буду так так называется связанием по жизни если вам интересно оставайтесь со мной также вопросики тега и ссылка на канал алины будет у меня в описании и вы также можете поотвечать на вопросы данного тега девочки пока болтаю вот немножечко сбилась но тут принципе ничего страшного и так давайте начнем если вам интересно кто приступим к первому вопросу и так значит как давно научились вязать и насколько плотно вязание связано с вашей прошлой жизнью мне кажется подобного плана ответ я уже говорила вязать то я начала давно еще со школы с начальной школы причем у нас там был кружок и мы ходили после школьных занятий уже вечером на кружок это было бюджетное вернее это было бесплатное занятие да как раньше было все кружки для детей бесплатно это сейчас такого нет то есть я несколько раз в неделю посещала кружок и вязала там ходила училась то есть если вот прям вот с этого периода то можно сказать что лет наверное 7 8 с начальной школы могу ошибиться год-два но в общем научилась спицы в руках держать в начальной школе так насколько плотно вязание связано с вашей прошлой жизнью не знаю может быть я неправильно понимаю вопрос да не настолько плотно прямо но связано у меня были огромные перерывы в вязании огромные перерывы и мне было вообще как бы не до вязание не было желания то есть если было бы желание естественно я бы вязала но желание вообще не был не знаю почему то есть видимо в перерывах между первым и вторым ребенком я вообще не вязала я активно вязала только когда ждала первого ребенка и момент его взросления наверное только я вязала когда я ждала киру мне кажется я вообще не вязала не знаю почему мне даже не возникало такого желания я единственная есть вязала там комплект помню но она уже взрос ну как уже ходила до годика на 3 на 4 я вязала там жилеточку и юбочку у меня был какой-то порыв поэтому я не могу сказать что у меня прям достаточно плотно моей жизни присутствовало вязание все нас очень относительно конечно так обе вещи нужно или лучше заняться чем-то более дельным хобби конечно вещь нужная мне кажется если у человека есть хобби ему нравится этим заниматься главное чтобы было не во вред да себе близким своим и окружающим конечно вещь нужна это наверное как-то как это сказать дисциплинирует наверное что туда есть но даже спас как-то усидчивости наверное придает занимаясь одним и тем же да и хобби же это получается монотонная работа да вот если брать наше вязание то все-таки вязание достаточно нудная монотонная работа многих людей это раздражает поэтому я считаю что да вещь вернее хобби это вещь нужная главное чтобы это была вещь нужно именно для самого человека который занимается и увлекается каким-то либо видом каким-либо вообще хобби когда есть хобби это хорошо если у членов вашей семьи свое хобби уважаете их выбор но у сына нет хобби за одно берется за второй берется у киры постоянного вида хобби тоже как бы нет то она вяжет то она лепит то она лизунов делает то есть ну ребенок в 12 лет в принципе еще не может быть нам постоянному все же интересно ну и соответственно у мужа также то есть особо в видах хобби нет увлечения никаких особых нет поэтому выбор естественно я их уважаю да но так как у меня преимущественно нет хобби в семье ни у кого киры только более постоянно да своих выборах естественно уважаю их выбор считаете ли вязание полезным видом хобби да что материальная выгода развитие человеческих качеств и черт характера материальная выгода наверное есть материальная выгода если ты хорошо вяжешь и есть вот девочки же которые вяжут на заказ то даже блогеры вот алина тоже который так придумала вот с ее уровнем уровнем мастерства вязания я не понимаю если честно алина почему ты не вяжешь на заказ мне кажется такие хорошие качественные вещи должны улетать только так то есть я думаю нет естественно я понимаю что есть у каждого своя точка зрения на эту на этот счет но хотя бы даже если не на заказ то хотя бы как на наличие до крытую же ярмарку мастеров по выставлять в инстаграме свои вязаные работы там с с качестве с качеством вязания алины то есть вообще можно мне кажется не переживать что какая-то вещь зависнет и соответственно ну это я имею ввиду вот материальная выгода она может быть у тех кто очень хорошо вяжет то есть я думаю что до черты характера усидчивость наверное какое-то спокойствие развивается так что она у нас еще защищаете ли вязание перед нападками родных и друзей у меня нет особо нападок вообще никаких от родных у меня вообще нет от родных от родных я иногда слышу от мужем когда мы сани сидим вяжем он заходит на кухню но это в шутку естественно так вот мы сидим сани кофе пьем до вяжем на кухне и он заходит иногда сидят как две бабки старые вяжут ну естественно мы говорим что ты вяжут не только бабушки так это все шуточной форме естественно положительно относится поддерживает так далее то есть защищать не не приходится шуточки и подколы которые вы часто слышите в адрес своего хобби от близких обижаетесь ну вот как раз я и ответила на этот вопрос он говорит сидят как две бабки старые вяжут да нет мы не обижаемся конечно это все шутка шутка же чтобы он не говорил ему нравится что занимаюсь этим поэтому на что здесь обижаться шутим больше никаких никаких таких вообще подполов ничего нет ни от кого все достаточно уважительно относится что делаете с идеями новых проектов внезапно пришедших голову варианты ответа на вопрос от алины бегом за блокнотом чтобы зарисовать идею за новые пряжи в магазин или сразу за расчеты и за воплощение идеи в жизнь могу сказать что у меня когда как могу бегом прям за вязание взяться потому что пряжи то вроде есть могу взяться за блокнот записать рассчитать нарисовать что-то подкорректировать да то есть давить довести идеи до ума бывает по-разному зависит от идеи зависит от ситуации начало нового процесса целый обряд вашим случаем подбор аксессуаров цвет пряжи аккуратно оформленные расчеты пару заметок на чеки из магазина и вперед за работу опять же у меня всегда когда как то есть я не заморачиваюсь спицы чтоб цвет пряжи были нет это вообще не про меня беру спицы которые свободно и который подходит под пряжу то есть если требуется расчеты я их записываю в блокноте и приступаю за работу то есть я без фанатизма и без какой-либо халатности наверно так отношусь к этому чего ко мне чего вам не хватает в организации идеального рабочего пространства отдельной комнаты удобного кресла постоянного места хорошего освещения тишины и покоя или чего-то еще но наверное скорее всего мне не хватает конечно же отдельной комнаты отдельное помещение под хобби под съемки это вообще супер но у меня такого места нет потому что я живу в обычной квартире до двушки естественно народу много и бывает иногда проблематично сесть за съемки вязать то не проблематично я сижу вижу вот за этим столом на кресле ты сейчас комнате снимаю а так в основном я сняк съемки провожу на кухне когда вся сыты и все вымото убрано закрываю кухню чтобы никто не захотел в период съемки зайти поесть и там снимаю для вязание в принципе мне кресла и дивана хватает с этим нет проблем для съемок так чего дальше значит восьмой вопрос планируете ли в будущем покупку каких-либо предметов бытовой техники которые освободят во время для вязания нет ничего не планирую из бытовой техники покупать в принципе меня и так все устраивает я человек работающий вижу свободное от работы время вся необходимая техника для приготовления уборки пищи там не знаю у меня есть мне ничего не нужно я все успеваю девочки и вязать приготовить и убирать так далее так девятый вопрос как ваши домашние питомцы реагируют на ваши клубочки заметили ли вы предпочтение в составе пряжи это имеется ввиду питомцев ругайте ли за затяжку или истрепанный моток начну с того что у меня два питомца да это морская свинка и кошка кошка веслоухая морская свинка ну понятно да ей вообще все равно что вижу из чего вижу когда вижу то есть она сидит в клетке если ее выпускают на прогулку то это замкнутое пространство преимущественно у киры на руках так она сидит своей трехэтажной я по масштабам говорю трехкомнатной вернее клетки этой масштабы этой клетки достаточно большая клетка на весь стол и ей там хорошо и ей дела нет в общем то какая у меня пряжа сами понимаете а кошка кошки тоже если честно все равно на мою пряжу единственное что вот я на этом столе которым сейчас снимаю я иногда оставляю работу да ну вот так положу и уйду она прыгает на этот стол и по столу переходит на подоконник единственное что вот она может счетчики мои покидать на пол рядов маркеры покидать погонять для до пряжи и вообще все равно шерсть полушерсть не шерсть ей без разницы на этим вообще не интересуются ну кошка у меня своеобразная веслоухая поэтому ей она не фанат вообще вот этого всего так дальше десятый вопрос примеры вещей которые сейчас не нужны но но при удобном случае в подарок после ремонта при смене мебели или цветовой гаммы обязательно с удовольствием свяжите обязательно с удовольствием свяжу наверное плед в подарок да и все больше пока не могу ничего придумать не идет голову если в подарок после ремонта связала бы плед взрослый детский неважно пледы вязать я поняла для меня это вообще удовольствие вяжешь и вяжешь по прямой наверное это самое простое так самый старый долговяз почему не довели до ума может стоит с ним покончить у меня есть старый долговяз он где-то убран мне там по моему даже два то два долговяза сколько-то лет назад я начинала мне был порыв такой повязать я начинала вязать кофту маме но пока это не полноценная кофта это полноценная жилетка до рукавов я никак не доберусь не знаю наверное я уже вряд ли до нее доберусь для этой кофты не хочу и второе меня долговяз это я начинала тоже какое-то время назад несколько лет назад вязать кире плессированную юбку складочку такое вот она кстати классная плессированная юбка но вот конечно классная и ее можно было бы связать или перевязать но кирмой носить ее точно не будет пока поэтому планов у меня на вязание плессированной юбки вообще нет но сама идея и самая моделька она очень даже такая хорошая может быть когда-нибудь но не факт наверное все это будет распущена и перевязана в какую-нибудь вещь ну или плед носки не знаю я не думала об этом лежат лежат пока где-то так двенадцатый вопрос лицевая гладь классика жанра или тоска смертная меня принципе люблю вязать лицевую гладь я думаю что это классика жанра а меня она не напрягает совершенно лицевая гладь жаккард как относитесь пробовали ли почему да или почему нет есть ли в задумках идеи в этой технике жаккард не очень нравится никогда не пробовала в задумках никогда не было что там еще а почему да почему нет ну не знаю почему нет наверное не было такого желания заняться повязать попробовать самой как-то ну никогда не пробовал но нравится может быть когда-нибудь почему бы нет так какие еще техники привлекают ваше внимание бриошь интерлак девочки если честно я даже не знаю что это за техники я наверное такая не современная такое как древний мамонт уже и не знаю что это за слова какие техники поэтому меня привлекают именно то что я могу делать именно то что мне интересно на данный момент да то есть сегодня мне интересно просто вязать завтра я вдруг захочу именно жаккардом вязать и соответственно я начну студировать эту тему вот я хочу крючком научиться вязать я бы научилась вязать но у меня пока нет свободного времени на это потому что мне хочется вязать спицами и крючком научиться тоже время одновременно если я была дома хозяйка сидела бы дома конечно я бы научилась но так как я работающий человек все это отложено до лучших времен поэтому каких-то техниках вязания я вообще даже думать не могу пока потому что это бессмысленная затея и зачем загружать себя этим чего я вообще не смогу сделать как-то так пятнадцатый вопрос о предпочтении в инструментах бюджет или бренд металл или дерево леска или трос если у вас инструмент который давно пора выбросить почему храните а предпочтение значит бюджет или бренд наверное не имеет особого значения бюджет это или бренд имеет значение то какими инструментами мы вяжем почему я покупаю дорогие брендовые спицы девчонки по одной простой причине потому что они мне нравятся дизайне да и под есть спицы которые ими прям классно вязать и мне они нравятся но вот я сейчас например вижу смут китайскими спицами обычными на тросике и меня вообще никак особо не напрягает то что это китай а когда я вижу какую-то красивую там для себя вещь там да или там ну вот таким вот энтузиазмом не хочется конечно чтобы и спицы были такие красивенькие просто иногда хочется вот этой гламурности мимимишности не только видеть пряжу эту гламурную но и спицы то есть леску я однозначно не люблю я люблю тросики деревянные спицы я тоже не очень люблю кстати у меня спицы акриловые они сломались от нитпро поэтому лучше не больше я покупать не буду это не для меня поэтому я люблю конечно бренд но есть у меня китайские спицы и в этом нет ничего плохого то есть они принципе такие же как и брендовые почти такие же инструмент который давно пора выбросить наверное нет у меня был один который сломался это акриловые спицы от нитпро естественно я их выкинула они сломались просто переломились моя подружка мне в этом помогла ну и ладно они не очень не нравились они мне нравились визуально а вязать не очень ими удобно в процессе эксплуатации то есть понимаю что ими не очень удобно работать так шестнадцатый вопрос часто теряете мелочь для вязания маркера записки с пометками и другое нет я не часто теряю мелочь потому что у меня вся вот мелочь лежат таких же стены коробках мне вот надо под маркеры какие-то баночки маленькие приобрести и тогда это я их не теряю меня просто лежат пакетики в большой жестяной коробке просто хочется разложить все и все поэтому я вообще ничего не теряю меня лежит все в одном месте был ли случай что вы потеряли свой процесс ну например забыли в автобусе ну как вы это пережили нет у меня девчонки такого не было ну я представляю конечно если бы такое случилось я даже не знаю что было бы как это вообще возможно но у меня слава богу меня и такого не было и просто представила ситуацию выхожу из электрички забыла процесс и бегом за электричкой нет меня проносила так ближайшие планы на покупку пряжи и инструментов прям ближайшие планы на покупку это у меня громадила я сделала заказ на спицы но не про себя разных мы с моей подружкой решили что нам они жизненно необходимы не знаю поскольку мы там штук заказали 35 разных там не знаю что будет на момент выкупа то придет пряжа естественно я пряжу жду да я сделала большой заказ еще там в каком месяце июле наверное и жду своего форма огромный приход пряжи когда-нибудь я наверное его дождусь но я думаю что раньше я все-таки закуплюсь опять пряжей вот как в августе закупалась потому что мне нужно пряжи на жилетку на мужскую и я буду вязать ее из меринос к ну что там был не стопроцентно конечно меринос присутствовал меринос это будет от ализе пряжа альпака цель по так ранее наверно говорит поэтому ближайшее время я опять закуплюсь пряжей может быть даже два раза 1 будет огромная закупка 2 будет ненамного не очень в общем большая наверное а там посмотрим аппетит приходит во время еды стоит только сесть за сайт с выбором до пряжи соответственно то надо то надо это надо так ваши запасы это баловство хорошее финансовое вложение или забота о ваших близких мои запасы я не считаю что это хорошее финансовое вложение потому что я не продаю в таких количествах чтобы как-то это сказывалось на моем пополнении финансового положения это скорее всего баловство и даже я бы сказала это фетиш то вот нравится людям собирать марки они собирают мне нравится покупать пряжу я хочу чтобы у меня были всегда запас хорошие с пряжей все-таки имею на это правда хочется мне я делаю хочется покупаем хочется храню ну их не ест нею нет моли это я шучу конечно на молю мне правда нет поэтому пряжу я заказываю для себя чтобы она у меня была мне она нравится перебирать смотреть в общем и баловство и для души никак не финансовое положение а ну и соответственно для близких заботу до шапки навязываю мужу навязываю носочки там свитерочки поэтому девчонки я забочусь своих близких так ладно дальше отношение к разного рода фантазийной пряжи мне нравится у меня только положительное отношение вот я из фантазийной пряжи как раз и начинала вязать юбку эту прессированную поэтому мне нравится пряжа не важно какая она мне нравится батики эти от ализешки красивая я не знаю я не вязала от ализе красиво смотрится так какого веса размеры должен быть клубок чтобы отправиться в мусорку я в основном не выкидываю свои клубки а я их оставляю почему потому что если вдруг приспичит какой-нибудь шапке сделать искусственный помпончик ну и там по цветовой гамме будет подходить разного плана такая абракадабра да то есть я беру вот эти вот маленькие остатки пряжи и все наматываю и выходит очень даже вполне великолепно я вот выкидываю там вот грамм 10 осталось у меня от пледа от розового это я выкинула ну что мне даже 10 грамм эти уже погода не сделает то есть это будет ни о чем так я все пускаю в дело так ладно дальше 22 вопрос а вообще сильно напрягают остатки что с ними делать ну вот я опять же ответила впереди бегу впереди паровоза и ответила на этот вопрос меня они абсолютно не напрягают и использую я если вдруг мне приспичит сделать искусственный помпон все намотал все это приготовил помпончик все все прекрасно целая пряжа не надо расходовать все остатки уничтожены или вот как я вален и смотрела на канале алена пара щенка на из остатков пряжи вяжет крючком коврики я бы должна и навязала если бы могла бы вязать крючком опять же это немножко не про меня но идея использование остатков очень даже хорошая так 23 были ли случаи недомоганий из-за вязания как справлялись с этим но у меня из-за вязания может только болеть рука да вот сейчас например вижу этими спицами потому что уже с утра вижу вижу под палец натирает я не знаю это считается недомоганием или нет или иногда вот когда долго вяжешь я когда в отпуске вязала у меня болел немножечко рука болит но это потому что ты целый день ношу спицами да и наверное поэтому и все не более как с этим справляться отложить вязание в сторону пойти заняться домашними делами покушать приготовил посуду помыл поперемыл сходил на улицу в магазин два-три часа отдыха все прошло и можно снова заспится то и дела дома поделал и недомогание твое такое как рукой сняла как-то так так 24 вопрос а что по вашему мнению должна иметь хорошая вязальщица со стажем хорошая вязальщица должна иметь безупречное качество девчонки безупречного я чтобы ты связала вещь и ты на нее смотришь и ты хочешь ее носить хочешь ее одевать тебе не стыдно выйти на улицу потому что сейчас век такой что люди не очень любят ходить в вязаных вручную готовых изделиях но я служу конечно же по москве по московским меркам поэтому хорошая вязальщица должна иметь вообще безупречное качество работаем безупречную ем не затяжек не растяжек то есть ничего этого не должно быть и последний вопрос а если о будущем вязание до победы или еще несколько изделий пора закругляться если о будущем закругляться я не планирую я планирую развивать канал и дальше настолько дальше насколько мне позволит наверно вся моя жизнь то есть ближайшее светлое свое будущее я не планирую завязывать связанием девочки я не планирую забрасывать канал я не знаю в каком формате он будет у меня дальше права продолжаться работать ну скорее всего там будут все так же да может быть влоги прибавится может быть болталок убавится прибавится но вязать я буду я думаю и теперь вот моя вот эта третья волна начала вязания я думаю что это надолго я это просто чувствую эту необходимость потому что вижу на будущее что мой канал теперь надолго со мной поэтому закругляться я не планирую у меня еще целый год горы надо мне нужно еще целый горы навязать девчонки научиться крючком вязать и кучу изделий связать все девочки я ответила на вопросы тега алины на этом я ставлю точку всем желаю также хороших ответиков до хороших работ хороших мастер-классов девчонки все всем спасибо за просмотр спасибо что вы остаетесь со мной и всем пока пока и до новых встреч мастер-классов 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 а а а а а мастер-классов 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 мастер-классов